На телеканале Юганск. Время новостей. В студии Мария Сераева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном в этом выпуске. Яблоко раздора. Жильцы 8-го и микрорайона просят остановить строительство сетевого магазина в их доме. Регистрация открыта. С 24 по 30 мая пройдет предварительное голосование за кандидатов от Единой России. Чистый апрель. 24 апреля горожан приглашают на Всероссийский субботник. Пока в это трудно поверить, но уже в субботу синоптики обещают нам плюс 10. В этот день нефтью Юганск должен присоединиться ко Всероссийскому субботнику по уборке территорий, которые сделаны в рамках программы «Комфортная среда». Это театральный и школьный сквер, скейт-парк и аллея в третьем микрорайоне. Всероссийский субботник инициировал Минстрой. Запланировано убрать общественные территории, возведенные в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Это 8 объектов от театрального сквера до скейт-парка. Помимо этого, департаментом ЖКХ определены еще несколько территорий, которые, так скажем, у нас захламлены отходами после зимы. На сайте будет вывешен список территорий, куда горожане могут присоединиться. Будут привлечены горожане, волонтеры. Больше всего территорий, которые хотят убрать 24 апреля в 11 микрорайоне. Это обочины вдоль транспортной улицы, улица Центральная до ЦНК, дорога вдоль ГСК Нептяник. Также мусор планируют убрать в 10-м А микрорайоне и в 8-м А на склоне. Рекомендовано убраться на своих территориях и городским предприятиям. Исходить еще из погодных условий. То есть, как бы, посмотрим, как будет погода. А на самом деле, конечно, лучше бы убраться всем 24-го, чтобы к майским праздникам мы уже были готовы. И город уже имел, как бы, хороший вид у нас, чистый. Всероссийская акция 24 апреля не отменяет традиционные субботники 21 мая. Общегородской 4 июня по высадке деревьев. Также горожанам напоминают о предстоящем рейтинговом голосовании по выбору территорий, который благоустроят в этом году. Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Голосование скоро начнется. Отдать предпочтение за определенный объект благоустройства можно будет уже 26 апреля. В связи с этим Министерством России организована работа «Горячей линии», где горожан проконсультируют по вопросам работы с сайта. Единый бесплатный номер будет доступен для каждого гражданина из любого уголка страны. Вы видите его на экране. Консультанты помогут разобраться с работой сайта и ответят на вопросы о проведении рейтингового голосования. Помимо телефона обратиться можно и к волонтерам «Нефтьюганска». Добровольцы расскажут об объектах, участвующих в выборах, и о самом проекте «Комфортная городская среда». Голосование пройдет на платформе «Город среда» с 26 апреля по 30 мая. Каждый сможет внести вклад в развитие города и выбрать дизайн-проект будущих общественных мест, которые будут благоустроены в 2022 году. В «Нефтьюганске» открылась регистрация избирателей по предварительному голосованию за кандидатов от «Единой России». Оно пройдет с 24 по 30 мая в двух форматах. 19 сентября 2021 года по всей стране обозначен единым днем предварительного партийного голосования. Нам предстоит выбрать кандидатов в депутаты в городскую, окружную, областную и Государственную думы. На данный момент на специальном сайте, адрес вы видите на экране, открыта регистрация как для избирателей, так и для кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия». Кандидатом может стать любой желающий гражданин совершеннолетний. Единственное только ограничение – это принадлежность к другим партиям. То есть участие может принять как беспартийный, как сторонник, как член партии. На сегодняшний день подано более 50 заявлений от кандидатов. И хочу сказать, что более половины кандидатов являются беспартийными. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. С понедельника уже началась регистрация избирателей. В этом году праймерис будет проходить в двух форматах. С 24 мая по 30 мая будет возможность у избирателей проголосовать электронно на сайте. И 30 мая можно будет посетить свой избирательный участок с 8 утра до 8 вечера. Также хочу сказать, что на базе партии «Единая Россия» организованы пункты, куда могут граждане прийти и получить консультативную помощь в регистрации. Избирателям будут предложены бюллетени, куда будут вписаны кандидаты по избирательным округам. Проголосовать можно будет за одного кандидата, за двоих, либо за всех представленных в списке. Отмечу, те, кто проголосовал на сайте, на избирательном участке уже голосовать не может. Мария Сераева, Рамиля Скаров, телерадиокомпания «Юганск». Вырубленные деревья, незаконная парковка и служебный вход в подъезде. Жильцы 8-го микрорайона серьезно обеспокоены строительством сетевого алкомаркета на первом этаже жилого дома номер 7. Они уже направили коллективное обращение в администрацию «Нефтьюганска», прокуратуру и жилстройнадзор. Наша съемочная группа попробовала разобраться в путях решения проблемы и узнала о причинах противостояния горожан и собственника магазина. О том, что в их доме появится алкомаркет, жильцы узнали месяц назад, когда в подъезде появились рабочие, а с торца многоквартирника началось строительство входной группы. Именно в тот момент жители написали коллективное обращение в администрацию города. И наша съемочная группа впервые приехала на место событий. Тогда мы стали свидетелями конфликта между жильцами и подрядчиками. Мне не надо, чтобы наш подъезд, за который мы их платим, вы тут мораль. История будущего магазина началась в далеком 2013 году, когда собственник одной из квартир на первом этаже перевел статус помещения в категорию нежилого. До 2020-го оно пустовало, и в октябре прошлого года он продал его новому владельцу. Согласно закону, для строительства алкомаркета в жилом доме собственник обязан был получить согласие жильцов. Однако этого он не сделал. Мы помогли им составить собрание о том, что большинство жителей этого дома против такого магазина. Отправили это собрание в Хантамансис, в государственную жилищную инспекцию, и в прокуратуру города Невсюганск, чтобы провели проверку. Поскольку, как утверждают жители, никакого согласия или опроса даже новый собственник не производил. Недовольство жильцов понять можно. Больше всего их волнует сам факт строительства алкогольного сетевика в многоквартирном доме, а также все вытекающие из этого последствия. Вы посмотрите, раз, два, три, четыре полностью подъезд у нас занят магазинами. И очередное красно-белое, которое вот 200 метров, опять же красно-белое. Но это же неправильно. Мы все жильцы нашего дома категорически против, все под бесят собраны. Окончательной точкой кипения для жильцов стало срубание деревьев, которые были срезаны собственником магазина при строительстве крыльца. Нам тут срубили насаждение, наши деревья большие, которые никому не мешали. И хотят здесь сделать парковку. Они защищают от грязи, от шума, от всего. Зачем их вырубать-то? У нас и так на севере трудно с деревьями. Предполагаемое строительство парковки – еще одно яблоко раздора. Как пояснили в администрации Нефтьюганска, насчет этого жители могут не переживать. Ввиду того, что в непосредственной близости находится остановка общественного транспорта, ни о какой гостевой парковке речи быть не может. То есть имеется в виду некий заездной карман, примыкание к автомобильной дороге с целью посещения данного магазина. Поставим дорожный знак, запрещающий парковку. Кроме этого, по просьбе жильцов вдоль дороги установят 50-метровое ограждение. Это поможет исключить как стихийную парковку, так и недолгие остановки автомобилистов на тротуаре. А вот со стороны двора горожане уже испытывают неудобства. Еще вчера мимо этих детских колясок рабочие носили строительный мусор и мешки с цементом. По крайней мере, так говорят сами жильцы. Не устраивает жителей и другой момент. Вот этот служебный вход, организованный прямо посреди подъезда. Этот факт беспокоит местных не на шутку. Екатерина Антоновна, например, переживает, что ее подъезд превратится в разгрузочную базу алкомаркета. Плюс ко всему, подвоз продуктов со стороны двора может стать причиной заторов и на без того узких проездах. Подъезда завозить товары у них тоже нет. Следовательно, они будут со стороны двора. У нашего подъезда будут парковаться большие машины. Проезда и так нет. Женщины беременные ходят в консультацию по проезжей части. Особенно зимой это очень-очень опасно. Отметим погрузочные работы со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, запрещены законом. За такое нарушение Санпина предпринимателю грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей. Сейчас жители 8А7 ждут результатов проверки. Несколько раз они пытались связаться с собственником и высказать ему недовольство лично. Но пока эти попытки успехом не увенчались. Елена Волкова, Дмитрий Смирнов, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Без лишних справок сотрудники бюджетных организаций «Нефтьюганска» могут рассчитывать на дополнительные льготы. Так, бюджетникам минимизируют затраты на отпускные билеты. Подробности нововведения обсуждались сегодня в ходе заседания Думской комиссии по местному самоуправлению. Как пояснили участники заседания, изменения связаны с аналогичным решением окружной думы для работников региональных бюджетных организаций. Компенсация оплаты проезда возможна в случае отсутствия прямого маршрута к месту проведения отпуска и обратно. В случае, если промежуточным пунктом следования от места жительства работника к месту использования отпуска и обратно в западном направлении является город Екатеринбург или город Москва или город Сюмень, в восточном направлении город Екатеринбург, город Москва или Новосибирск, справка в отсутствии прямого маршрута от места жительства к месту использования отпуска и обратно работник не представляет. Участники комиссии подчеркнули, что в преддверии сезона летних отпусков подобная мера как никогда актуальна. Главное условие для получения льготы – быть трудоустроенным в организации, получающей финансирование из городского бюджета. В социально ориентированной в Невсюганске прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за 2020 год. Любой желающий мог прийти и задать интересующие вопросы. Какими оказались параметры исполнения бюджета в цифрах и фактах – подробнее в следующем сюжете. Напомним, в прошлом году слушания транслировались в социальных сетях. Сегодня же присутствовать мог любой местный житель. Еще в 2019 году планировали поступление в бюджет около 9,6 миллиардов рублей. Но итоговый доход за 2020-й получилось увеличить. Так он составил порядка 10 миллиардов рублей. Расходы около 9,7 миллиардов. В течение всего года администрация Невсюганска проводила работу по увеличению доходной части и оптимизации расходной. Эффект мероприятия по росту доходов составил 32 миллиона 300 тысяч рублей и по расходам 1 миллион 200 тысяч рублей. 25% расходов бюджета составляет жилищно-коммунальное хозяйство. Главный финансовый документ города остался социально ориентированным. Так, 58% денежных средств шло на социальную сферу – культуру, здравоохранение и спорт. Из них 44% на образование. В 2020 году заработная плата составила педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования – 70 618 рублей, педагогическим работникам дошкольно-образовательных учреждений – 65 298 рублей. В публичных слушаниях участвовали 23 нефтеюганца. Вопросов к докладу не возникло. В результате принято решение проголосовать за исполнение бюджета города по минувшему году. Алина Ширна, Рамиля Скаров, телерадиокомпания «Юганск». Финансовая поддержка предприимчивых нефтеюганцев. В городе состоялся грантовый конкурс проектов в сфере молодежной политики. Участники поделились своими идеями в пяти направлениях. Участие приняли учреждения, юридические лица и просто местные жители. В этом году представить свои проекты вышли 19 участников от 18 до 35 лет. Среди номинаций – вовлечение в волонтерскую деятельность, формирование традиционных семейных ценностей и самая популярная в этом году тема – здоровый образ жизни. Хочу поздравить вас с праздником, потому что поддержка любой инициативы – это, наверное, все-таки праздник. Праздник для города, праздник для жителей, ваш личный праздник. Поэтому я вас поздравляю с началом нашего конкурса и всем желаю удачи. Второй по популярности блок – патриотизм. Вадим Салихов уже год помогает местным жителям находить информацию об участниках Великой Отечественной войны. После делает для семи альбомы «Солдат в истории победы». А финансовая поддержка нужна для закупки канцелярии. Используя минимум изначально известных фактов, молодой человек смог создать уже 25 альбомов. Примерно знал воинскую часть, в которой служил его родственник. И мы по журналу боевых действий данного воинского подразделения нашли и случайно наткнулись на фамилию данного родственника. То есть уже как минимум мы нашли информацию, где он служил. И отсюда уже, скажем так, вот это вот информативное дерево разошлось. То есть уже можно было найти более такую, скажем, обширную информацию. Анастасия Яцкина совместно с телестудией «Фокус» снимают социальные ролики. Их проект под названием «Медиафест. Нравственное поколение. Поколение будущего» имеет уже пять опубликованных видео, где поднимаются проблемы детей и подростков, способствующие воспитанию межнациональной толерантности через вовлечение подрастающего поколения в медиатворчество. Для детей очень важно, чтобы их проблемы видели. То есть мы скорее не поднимаем проблему, а наоборот мы ее хотим устранить, чтобы детей понимали, чтобы детей слушали, чтобы видели то, что их волнует, интересует и это решать. Жюри оценивали перспективность идей, их актуальность и значимость, а также уже имеющиеся результаты. Итоги будут подведены на днях. Пять победителей получат материальную помощь на продвижение своих проектов. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго. Увидимся.